В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Рязанской области Инна Лебедева. Инна Николаевна, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, увеличивается ли количество работы у врачей, когда у детей каникулы? Какова статистика у нас в этой сфере сегодня? Ну, во-первых, здравствуйте! Естественно, лето – это не только пора отдыха, лето – это пора всех возможных неприятностей, которые поджидают в летний период. Естественно, летом увеличивается количество травм у детей, потому что они активно занимаются отдыхом, и отдых у них активный – это использование велосипедов, это разных спортивных снаряжений, и количество травм и повреждений, естественно, увеличивается. По статистике, за 2016 год у нас каждый 12-й ребенок нашего региона обращался в лечебное учреждение с теми или иными видами травм – переломы, ушибы. И среди травм также можно выделить ожоги. С ожогами у нас практически 1,6 детского населения обратилось в наше лечебное учреждение. То есть это очень большое количество детей, которые, наверное, в большей степени из-за беспечности родителей получают такие травмы и повреждения. Среди ожоговых больных достаточно большое количество детей до 5 лет. И вот в этом возрастном периоде как раз ожоги возникают по причине отсутствия внимания со стороны родителей. То есть когда детей оставляют где-то без присмотра, они предоставлены сами себе, и возникают вот эти непредвиденные и часто инвалидизирующие травмы в виде ожогов. Ожоги какого характера? Это неправильное обращение с огнем в виде костра на природе или дома? Ожоги бывают разные. Как правило, у детей старшего возраста, то есть это школьники или младшие школьники, у них чаще возникают ожоги из-за неправильного обращения с горючими веществами или неправильное обращение с костром. А вот у маленьких детей ожоги возникают чаще всего из-за кипятка, то есть когда во время приема пищи или там где-то рядом. И ожоги при контакте с бытовыми приборами, электрическими бытовыми приборами. Часто бывают неисправности этих приборов, и при контакте возникают ожоги у детей. То есть дети остаются одни без присмотра, соответственно, они познавательно, интересно, они тянутся ко всему, и в процессе изучения окружающей среды возникают вот такие травмы и повреждения. И очень часто, конечно, они приводят к необратимым последствиям в потере функций, там возникают нарушения движения, впоследствии после перенесенных этих ожогов. Поэтому, в общем-то, к этим вещам нужно относиться очень внимательно со стороны родителей, чтобы они были бдительны. В регионе уже несколько случаев, трагичных случаев падения детей из окон, москитной сетки, жара и невнимание родителей. Вот здесь каково ваше мнение, что нужно делать? Ну, напомню, что прежде всего за состояние здоровья ребенка несут ответственность родители. И, естественно, наши родители должны быть внимательны и знать и соблюдать все правила, чтобы не допустить никаких осложнений, не допустить никаких несчастных случаев. Москитные сетки – это не защита, то есть они не выдерживают вообще ничего, то есть они создают иллюзию окна. На самом деле, то есть при надавливании на москитную сетку происходит просто ее выпадание из окна, и, соответственно, ребенок вместе с москитной сеткой планирует на землю. Родители просто должны не допускать таких случаев. То есть должен отсутствовать допуск детей к открытым окнам, к открытым балконным дверям. Подоконники должны быть устроены таким образом, чтобы возможности забраться на них не было. Нельзя оставлять вблизи окон стулья, какие-то другие предметы, через которые можно было спокойно забраться на подоконник и, соответственно, подойти к окну. То есть вот эти все ограничительные мероприятия родители должны помнить, не забывать и, в общем-то, это все-таки отслеживать. При этом характер травм при падении детей из окон – это же обычно, наверное, необратимые последствия. Характер травм, как правило, очень тяжелый. То есть это черепно-мозговые травмы, это переломы, ушибы, это ушибы внутренних органов. Естественно, все они имеют последствия. То есть в зависимости от тяжести и повреждений у нас, в общем-то, дети могут стать инвалидами, что неожидаемый результат, когда ребенок был здоров, у него была хорошая перспектива. И вследствие, в общем-то, беспечности, как правило, взрослых, потому что падение с высоты, по статистике, 80% – это дети раннего возраста, до 3 лет. Поэтому и состояние здоровья резко ухудшается, соответственно, и необратимые последствия. И беспечность родителей, вот, собственно, приводит к таким необратимым последствиям. Лет – это у нас сезон овощей, свежих, фруктов, ягод. Как много отравлений детских? Ну, отравления проверенными вещами, естественно, не случаются. То есть здесь отравления могут быть грибами, неизвестными грибами, которые мы собираем в лесах, да. Здесь отравления могут быть, ну, фруктами, редко мы встречаем отравление вообще ягодами, известными фруктами, то есть отравление в чистом проявлении. У нас случаются случаи переедания, то есть когда большое количество, да, мы съедаем или там, допустим, недостаточно обработанные или загрязненные какие-то продукты или фрукты. Тогда, да, у нас, в общем-то, возникают больше пищевые отравления. А отравление ядами, отравление, в общем-то, неизвестными ядами – это в основном грибы или какие-то неизвестные ягоды, которые, как правило, растут дико. И дети самостоятельно их, в общем-то, собирают, опять-таки, без присмотра родителей, значит, собирают эти понравившиеся на внешний вид ягоды и возникает отравление неизвестным ядом. Травмы бывают у нас и на воде, да? Да. Часто поступают дети после таких? Ну, в этом году, ну, как правило, в общем-то, в этом году в силу того, что погода не очень жаркая и сезон купания так официально еще, в общем-то, он не начался, активного массового купания, да. Ну, как правило, чаще всего случается утопление, то есть со смертельным исходом. Если, в общем-то, своевременно, ну, оказана помощь утопающим, да, дети поступают. Вот. Но чаще всего, конечно, это трагическое развитие событий, поэтому обязательно родители должны помнить о том, что они должны объяснять своим детям, как вести себя на воде, каким образом даже объяснять, как звать на помощь в случае, если у тебя случилась проблема, то есть ты находишься в водоеме. И не отпускать никогда детей от них на водоем. Это, в общем-то, ну, позволит обезопасить, во всяком случае, вот от таких трагических последствий. Чтобы лето у нас стало, возымело эффект лечебно-оздоровительного такого свойства для ребенка. Вот вы, как врач, что можете посоветовать родителям, как нужно обращаться, общаться, что давать покушать своему чаду, своему ребенку? Ну, на сегодняшний момент есть возможность организованного отдыха детей, то есть это загородные оздоровительные лагеря. И эту возможность нужно использовать, когда дети, в общем-то, под наблюдением находятся. И у них весь комплекс оздоровительных мероприятий присутствует. Достаточно интересная культурно-массовая программа. То есть это делает летние оздоровительные лагеря, делают отдых детей насыщенным. Насыщенным, интересным, запоминающимся и безопасным, самое главное, для их здоровья. А если у нас ребенок, ну, не случилось ему отдохнуть в загородном лагере, он едет куда-то к своим родственникам, либо за город, либо остается где-то в черте города. Режимные моменты по поводу еды, они, безусловно, должны быть. У него остается такое же четырехразовое питание, как должно быть. То есть в летний период поблажек по поводу нарушения режима питания ни в коем случае не должно быть. Умеренное потребление овощей и фруктов, особенно вновь начинающихся, у нас лето отличается тем, что начинаются созревать там овощи и фрукты. Они у нас определенно по этапу созревают. Одни заканчивают, другие начинают. И вот когда вот это вот начало того или иного фрукта или овоща, у нас случаются периоды переедания. То есть вот это нужно исключить. То есть умеренность должна быть во всем и не позволять детям, что называется, в летний период есть столько, сколько хочу и того, чего хочу. Летом у нас в жару, опять-таки в этом сезоне не очень актуально, это употребление мороженого. То есть большое количество употребления мороженого, оно, естественно, не полезно и отрицательно влияет на здоровье наших детей. Скажите, пожалуйста, часто ли к вам поступают дети в больницы с укусами? Дети с укусами разного происхождения к нам поступают ежедневно. Ну, травмпункт у нас является передовой по работе с укушенными детьми. Поэтому каждый день у нас от пяти до восьми детей укушенными разными происхождением, что называется, животными. Значит, у нас встречаются укусы лошадей, у нас встречаются укусы ежей, ну, собаки, кошки. То есть это уже традиционно, да, то есть вот из экзотики, конечно, это у нас укусы вот ежика, например. Ну, стала уже доброй традицией укусы клещей. Причем, в общем-то, ну, пик начинается в мае, даже в этом году было раньше, в апреле месяце, когда активный период вывода клещей, то есть выход ее в свет. Укусы клещей случаются и в городе Рязани, и в области. То есть на сегодняшний момент в парковых зонах дети всегда сталкиваются с клещами и, возможно, укусы. При укусах животных обязательно при оказании медицинской помощи проведение вакцинации с целью профилактики бешенства. Я призываю всех родителей не отказываться от проведения вакцинации. Это обезопасит вашего ребенка. Осложнений от этого вида вакцинации не зарегистрировано ни одного. А возможность развития бешенства на сегодняшний момент существует. И опасность этого серьезного заболевания, возникновения серьезного заболевания тоже существует. Поэтому, уважаемые родители, берегите своих детей, не отказывайтесь от предложенной вакцинации в случае укуса разными видами животных. Причем это не обязательно сегодняшний день собаки-кошки, это и самые безобидные ежики, они ведь тоже имеют способность заразить бешенство. Конечно, даже хомяки любимые и даже кролики, которых мы тоже любим, то есть это все животные могут быть источником этого серьезного и смертельного заболевания. А змеи кусаются? Есть случаи, что детей кусают змеи? Да, на сегодняшний день у нас прошел ребенок, который был укушен змеей, то есть было своевременно оказано ему лечение, он поправился и благополучно с выздоровлением выписался. Змеи кусают, в этом случае нужно быть тоже бдительным, соблюдать правила посещения леса, нужно обязательно иметь определенного вида обувь, чтобы она защищала от возможных змей. Ну и смотреть вокруг, что называется, не провоцировать змею, чтобы она, так сказать, укусила человека. Инна Николаевна, о чем еще должны помнить родители в летнее время? Родители в летнее время должны помнить о том, что, во-первых, лето – это, естественно, период, когда у нас мы должны детям создать запас здоровья на следующий, на предстоящий год. И этот период должен пройти для ребенка максимально безопасно. Поэтому родители обязательно должны его информировать, рассказывать и говорить о всех возможных опасностях и вероятных острых углах, которые они могут встретить в течение летнего периода. Это может быть водоем, это может быть животные, это может быть катание на велосипеде, катание на скейте, на любом движущемся спортивном снаряжении. То есть и обо всем об этом родители обязательно должны информировать и рассказывать, и беседовать со своими детьми. И проявлять заботу о своем ребенке и быть семьей. Только в этом случае, при внимании родителей, мы сможем получить здоровое поколение и здоровых детей в летний период. Спасибо вам за беседу. Телезрители напомню, что в гостях у нас сегодня был главный нештатный педиатр Министерства здравоохранения Рязанской области Инна Лебедева. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»